Вместо торгового центра, строящегося практически вплотную к дому номер 240 на проспекте генерала Острякова, сделают общественное пространство. Об этом стало известно на аппаратном совещании в городском правительстве. Массовые жалобы местных жителей на попытки возобновить скандальное строительство зафиксировали в Центре управления регионом. Земельный участок был предоставлен в украинский период для размещения торгового центра на территории, примыкающей к придомовой многоквартирным жилым домам. Там Острякова 240 – это многоквартирный жилой дом. На земельном участке объекта пока нет, но правообладатель его оградил и пытается выполнять земляные работы. А проект планировки территории что говорит? Проекта планировки там нет. При утверждении правил землепользования и застройки этот вопрос обсуждался. По предложению главы муниципального образования, с учетом коллективного обращения жителей, мы установили зону Р-2, это зона скверов, парков, которые строить не позволяет. Правообладатель земельного участка, арендатор, за получением разрешения на строительство не обращался. Ну это то есть получается беспредел из серии, как у нас когда-то был на… где у нас дом сам это? Соорудить торговый центр предприниматель, получивший право аренды еще при Украине, планировал на 800 квадратных метрах. Небольшую площадь участка бизнесмен намеревался компенсировать высотой здания, не менее четырех этажей. Однако этим планам не суждено было сбыться. В этом году мы проект планировки на эту территорию обеспечим, в рамках госпрограммы мы его уже готовим. То есть по проекту планировки там будет общественное пространство? Михаил Развожаев поручил Евгению Горлову, исполняющему обязанности заместителя губернатора, разобраться с попытками продолжить незаконное строительство. Люди начали незаконное строительство, городили забором. Наши действия. Значит мы совместно с госстроенадзором будем прорабатывать, ну то есть приостанавливаем эти действия. Потом за то, что не по целевому используемый участок, мы все в реестр, мы штрафуем на комиссии, принимаем решение о сносе не капитальных, капитальных объектов. Ну там нет капитальных объектов, там забор есть просто. Ну соответственно демонтаж, забор, если на то разрушения нет. Все это такое, каждый там считает, что он может забор поставить сам по себе. Разберитесь до конца дня, Евгений Сергеевич. А у нас строенадзор участвует в этом процессе? Совершенно верно, выйдет, даст приостановление на построение. Там нужно разрешение от прокуратуры, чтобы выйти по вот этому решению правительства, о, так сказать, спасении бизнеса, от притеснений. Да, да, давайте тогда Салантинову, помогите тогда, чтобы с коллегами отработать, чтобы соответственно разрешение устроенадзору, и чтобы все какие возможно административные меры за нарушение законодательства были выданы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!